Привет, дорогие мои! Короче, мир мема потихонечку меняется. Точнее, именно в нашем сегменте, у нас в России. Давайте сейчас вам расскажу вот кое-что. Как вы знаете, у меня есть паблик, где я создаю оригинал контент, всё делаю сам и так далее. И, короче, некоторое время назад у нас начали пиздить мемасики. Немного глупо звучит, да, но это намного важнее, чем вы думаете. И абы не абы кто у нас пиздит, а весьма крупные паблики, там взять тот же МДК, стоит мне выложить пост какой-нибудь, и через два часа можешь вполне спокойно оказаться на том же самом МДК. И какого хуя? Дело в том, что с недавнего времени я в паблик пощу только оригинал контент. Я решил создать определённую новую ветвь мемологии, нео-мемология, где, короче, всё это заключается в том, что надо всё делать намного лучше и структуру мемов делать намного сложнее, чем она есть на самом деле. То есть никаких там ставь лайк, если у тебя вывалилась кишка из жопы, или твоё ебало, когда твой отчим оторвал тебе сосок, ничего такого. Усложняем всё и делаем смешнее. Допустим, я делаю большой пост из нескольких картинок, что-то наподобие комикса, всё это как-то врачу, и это начало заходить людям. Короче, всё это навело меня на мысль, то, что мы вполне успешно можем с вами сейчас немножечко попробовать изменить курс мемологии. То есть никаких там больше дебильных вжух, дратути, моя остановочка, всего вот этого тупого рака, который абсолютно заполонил нашу с вами ленту ВКонтакте. Всё это приходит вот с этих ваших там, блядь, орлёнков, МДК, форчанов, овсянки, блядь, щебистан и прочей вот этой вот раковой хуйни, которая сделана чисто ради того, чтобы постить дебильную рекламу и наживаться за ваш счёт. Неомемология — это абсолютно новый вид мемов, суть которого заключается в том, чтобы полностью отказаться от современной структуры мемов и от современных дебильных форсов, и что-то приносить новое своё. Конечно, да, на данный момент всё это только растёт, всё это только улучшается, всё это только, скажем так, всё это вырастает, только цветочек начал появляться из земли, но это уже придаёт весьма колоссальный результат. А ещё меня очень радует, как активно подписчики паблика защищают честь нашего с вами паблика в других пабликах, которые пиздят наши посты. Причём они не просто пиздят, они ещё иногда собственные ватермарки клеят на них и выдают это за собственный контент. Это насколько надо быть жалкими? Ну, если раньше я от этого бомбил, у меня вот первый день, когда я всё это увидел, я увидел, как наши вот депрэшн-бульты, наши комиксы про крестоносца, сарацина, наши комиксы про лорда и крестьянина, как всё это начали пиздить, я поначалу, ааа, господи, как же это ужасно, как жопа горит, но потом я так подумал. Это же насколько, представьте себе, это же насколько охуенно, то, что мои посты у них, скажем так, пользуются большей популярностью, чем весь остальной их контент. Не знаю, как вам, но это иногда немножко честное поднимает. Вот чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть от этого как-то прям так. Также я в паблике попросил задать вопросы, связанные с этой темой, чтобы более-менее, скажем так, помочь вам вникнуть всю в эту суть. Пока что это только видение, да, я только всё это развиваю, я вам толком ещё особо рассказать ничего не могу. Я только вас могу немного посвятить. Вот есть вот это, и оно немножко вот это. Всё. Да, то есть пока что это первая глава во всём этом. И вы спросите, а зачем нам вообще-то всё это рассказываешь? Ну, понимаете ли, дело в том, что сейчас многие считают мемы какой-то хуйней, абсолютно раковая дебильная хуйня, да? Какая-то тупая картинка, какая-то тупая надпись, блядь, кому это может быть вообще смешно? Серьёзно, кто-то всерьёз смеётся с мемы про Дратути, какой-то ебаный узор доски? Вот дело в том, что да, я сам удивляюсь, а какого хуя люди с этого смеются? Я хочу это исправить. Я хочу сделать мемы снова великими. Что-то это было что-то такое, как раньше, как вот мемы про Эдвайс Док, про мужика, блядь, и так далее. Я хочу, чтобы это было нечто... Аааа, действительно смешно, чем люди действительно могли бы увлекаться. То есть это не просто мемы, это особый вид подачи какого-либо контента, шуток. И очень неплохой способ подачи, я вам скажу. Так вот, давайте-ка отвечу на несколько вопросов, которые вы задали. Делая мемы с неоново-голубым текстом, хочешь сделать их узнаваемыми, даже если их спиздят. На самом деле и да, и нет. Дело в том, что я изначально, когда хотел отказаться от современной структуры построения поста, я решил отказаться от стандартного шрифта. То есть это импакт, да? Вы везде на всех мемчиках можете увидеть, что там один и тот же шрифт. Импакт абсолютно на всех. Я решил, а зачем? Почему? Я хочу что-нибудь новенькое, что принесет такой свежий глоток воздуха. Ну и дело в том, что это постепенно как бы начало приживаться, и да, это стало своеобразной фишкой постов нашего паблика. И сейчас, если вы где-то увидите такие шрифты, такой цвет, то, что вот шрифт в такой вот черной рамочке, и какой-то вот мемасик такой, то гарантированно, скорее всего, да, скорее всего, это спиздин с нашего паблика. Какие мемы ты считаешь полным зашкваром, на какие темы можно и нельзя шутить, составит свой топ самых отбитых паблов с мемасами. На самом деле, почти все современные мемы являются тотальным зашкваром, говном. Вот если ты зайдешь в МДК, и прокрутишь все мемы, которые вышли за день, 99% этих мемов являются говном. Может быть, даже 100. Когда как. Ну, в большинстве случаев, да, это полное говно. Потому что современные мемы сделаны не ради того, чтобы тебя повеселить, рассмешить. Все это сделано ради того, чтобы собрать лайки и увеличить стату паблика. И все. То есть, как бы это делается не для людей, это как бы вот свиньям корм покидали. Жуй и ставь лайк. Поднимай мне стату. Ребость картинку. Пусть ко мне приходит больше людей. Свинья, ты поганая. Нет, это неправильно. Мем не является зашкварным, если он сделан действительно для людей. Действительно, если он действительно сделан для людей. То есть, вот тебе смешная картинка. Смейся. Пожалуйста. Я хочу тебя рассмешить. Сделай ха-ха-ха. Сделай хи-хи-хи. Пусть тебе будет весело. Вот это действительно неплохо, когда ты создаешь мемы ради этого. Когда ты делаешь чисто ради лайков, то фу тебе. Пидор. А насчет того, какие паблики отбиты, ну, тут я могу сказать то, что почти все паблики ВКонтакте, связанные с мемами, отбиты. То есть, скорее всего, даже не слышали о годных пабликах, потому что у них порой не то, что десяти тысяч, порой у них даже пяти тысяч подписчиков нет. Их можно даже по пальцам рук пересчитать. Я вполне бы не отказался даже составить определенный список годных пабликов, но это потом. Когда я уже сделаю потом, как-нибудь следующий видос, связанный с этой темой, я определенно вам расскажу о годных пабликах, которые действительно, на которые действительно стоит подписаться. Вот они делают годноту. А вот ваши щебестаны или там форчи, это говно. Нельзя. Вот они специально, вот эти вот форчи, они сделаны ради того, чтобы из вас вот, 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 чтобы вот на вас наживаться. Вы думаете, что они типа, ой, они ради нас мемасики находят. Нет, они делают все это ради денег. Само собой, сейчас паблики, это уже не то, что раньше, когда были группы ВКонтакте, специально на какую-либо тему. Нет, сейчас это чисто паблика, это способ заработка. Оу, у тебя есть собственный паблик ВКонтакте, да ты бизнесмен. Фу. Раньше было. Оу, у тебя есть собственная группа ВКонтакте, у тебя есть определенное сообщество, которым ты каким-то образом управляешь, помогаешь им, что-то показываешь, развиваешь какую-то тему. О, классно. Нет, сейчас такого нету, забудьте об этом. Почему народ начал любить всякие говномемы? Дратути, моя остановочка и т.д. Потому что... Как ты относишься к теории о предрасположенности всех мемов к баянизму? На самом деле, любой мем, который не является оригинальным в паблике, является баяном. Если ты не сделал мемчик, а его спиздил, он баян. Если ты его сделал и выложил в свой паблик, то он уже не баян. Вот так все на самом деле просто. Топовые сохраненки — это последняя степень рака мозга? Да. Почему появляются такие тупые мемы, как дратути, вжух и прочая хуйня? Как придумать свой мем? Как я уже сказал когда-то. Может в этом видео, может не в этом. Большинство этих мемов сделаны просто банально для всех. Вот для всех. Вот чтобы даже дошкольник, однодвухгодовой мог понять. Вот ради этого все сделано. Никто сейчас не хочет придумывать какие-то сложные посты. Нет, сейчас все хотят только... Вдруг они не поймут наш пост и не поставят лайк. Ужас! Это вот такие вот ссыкуны админ. Знаете, такие... Мы должны, чтобы все поняли. Нужно сделать пост, который поймут все и все поставят лайк и все репостнут. Вот как мы хотим. Вот такие вот админы на самом деле пидоры. Тупые, жалкие, противные, мерзкие. А насчет того, как создать свой мем? Все, по сути, очень просто и одновременно сложно. То есть какой-то определенной рецептуры мема, идеального мема, я тебе сказать не могу. Ты должен все это придумать сам, пробовать. Создавай, 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 создавай. Только не создавай просто вот, как с Вингем. Создавай так, чтобы ты вот действительно понял. Над этим посмеются. Определенно человек хохотнет с этого. Орнет. Хи-хи сделает. Его пробьет на ха-ха. А вот какую-то тупую хуйню делать не надо. Не надо. Постарайся все-таки. Мема это не просто хуйня. Вот налепил. Слово и ха-ха делай. Нет, надо делать чуть посложнее. Как-то посмешнее. Как-то пооригинальнее. Сделай сам. И постепенно делая, 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 ты для себя придумаешь какую-то определенную формулу, по которой вполне можешь работать дальше. И которую уже можешь дальше развивать. Может какие-то ответвления делать. И так далее. Вот так надо с этим работать. А не просто. Котик, вжух. Вжух, пусть будет цирроз. Ой, как смешно. Как оригинально. Блин, ребята. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, моя остановочка. Остановочка. Ух. На чистоты. Вот так смотришь на мем, думаешь, о, прикольно, смешно. Но вот эта ватермарка, она как-то глаза мозолит. Не хочу. Вот меня лично это подбешивает немного. Меня подбешивают ватермарки в постах. Думаю, лучше больше не буду ставить. Как бы, да, будут пиздить. Ну, блядь. Их и с ватермарками воруют. Ха. Чё с этим поделать. По крайней мере, когда вы будете на них смотреть, вы будете думать, о, да это же Дали. Или Леонардо Добабайчи. Не знаю. Есть мемы, которые не приводят развитие в минус. Очень интересный вопрос, я вам скажу. Это как я давно хотел поговорить насчёт всяких МХК. Вот это вот дебильное рачьё. По сути, они ничем не отличаются от МДК. Это те же самые мемы, только под другим углом. То есть, это не умные мемы. Мем про... Ой, ставь лайк, если ты тоже пьёшь кофе и слушаешь Бродского по мне. Это не умные мемы для элиты, которая читает Бродского. Это мем для быдла, у которого чуть-чуть поднимется ЧСВ, когда они подумают, блин, я понял мем про Бродского, а я не такой-то тупой. Вот если бы ты понял какой-нибудь мем, блядь, не знаю, про теорию относительности, или, допустим, создать какой-нибудь мем, из которого ты поймёшь. Блин, а ведь такого-то числа бы началась Вторая мировая война. Блин, вот это полезный мем, да. Вот это такие мемы образовательные, умные, которые не приведут твоё развитие в минус. Но такие сейчас никто не делает. Я бы начал делать, но не скажу то, что я шибко умный, обладаю огромным багажом знаний. Нет, я на самом деле человек-то, ну, в плане умственного развития это... А то если бы нашёлся какой-нибудь весьма умный человек с определённым багажом знаний, у которого кругозор весьма большой, и он мог бы налепить кучу мемов, из которых ты будешь для себя что-то полезное подчёрпывать. Узнавать что-то новое, допустим, мем про русский язык, где наконец-то объяснится дебилам, когда надо вставить в себя мягкий знак, когда не надо и так далее. Ну, понятно. Мемы как способ контроля общества, реально ли это? На самом деле, да. Хорошо, что спросил, друг мой. Взять вот... А почему сейчас стали популярны все вот эти вот 2К-16, модная одежда, шарить, вот это вот везде розовый цвет, вот всё вот это вот говно? Всё это начало форситься мемами, всякими дебильными пабликами. И вследствие... Всё это, по сути, изначально делалось ради того, чтобы продавать вот эту модную одежду. Но постепенно, постепенно, всё это переросло в какой-то кошмарный ужас для маленьких, малолетних, блядь, тупых, абсолютно кретинов, которые... Эээээ, ты надел трэшер? Ээээ! Фу, ты ходишь в этих кроссовках, ну ты пиидор! И так далее. Стыдно. Немного стыдно. То, что всё-таки дети могут жрать всё. Это... Вы в ответе за этих маленьких детей, которые на вас подписаны, чему вы их учите? Мемы созданы для того, чтобы тебя веселить, а не заставлять поглощать всякие бренды, тренды. Ну, вы поняли. Вот что, кстати, происходит, друзья мои, когда мемная сила попадает в не те руки. В не те. Не в те. В не те. А вообще, ребята, мне не очень нравится то, что сейчас многие считают, что мемы это зашквар. То, что это рак интернета, то, что это просто засоряет ленту. Нет, я хочу сделать снова мемы великими, как раньше, чтобы это было действительно смешно. Чтобы люди действительно смотрели и просто... Я сейчас сдохну. Не надо так смешно. Сука, сердце. Я пытаюсь. Ну, все, что делает админы других пабликов, это они просто берут картинку, какой-нибудь старый мем, меняют на нем надпись, на какую-нибудь современную, и все. Новый мем готов. Ха! Смешно. На самом деле, нет. Вообще, спасибо вам большое за внимание. Если что, обязательно подписывайтесь на мой паблик. Все ссылочки будут внизу. Там будет ссылочка на паблик, ссылочка на твич, ссылочка на то, ссылочка на сё. Если что, подписывайтесь, если захотите. Если не заходите, то, ну, не подписывайтесь. А также, если что, пожалуйста, напишите обо всем этом в комментариях, что вы вообще об этом думаете. Может, у вас какие-то свои вопросы есть. Я обязательно попробую на них ответить. Серьезно, я пытаюсь отвечать по возможности, но не всегда удается всем ответить. Вы, если что, простите. Но я попробую. Честное слово. А вообще, до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok